Крик о помощи персонала медсанчасти моментально услышали в региональном парламенте и в прокуратуре. Скандал приключился в конце прошлой недели. Публикация в одном из местных изданий коллективного письма сотрудников медучреждения касалась уровня зарплат. Якобы люди вынуждены продавать вещи, чтобы хоть как-то свести концы с концами. По следам типографского оттиска прокуратура провела проверку. Было установлено в ходе этой проверки, что средний медицинский персонал длительное время, уже с августа 2017 года, получает надбавку за работу во вредных условиях труда в размере ниже установленного. Коллективный договор между работодателем и работником – норма, которая может меняться только в двустороннем порядке. В действиях руководства больницы надзорные органы усмотрели самодеятельность. Вместо 15% сотрудники получали 10%. Прокуратура потребовала незамедлительно устранить выявленные нарушения. Всерьез запахло административной ответственностью. В анонимном письме речь шла о младшем медицинском персонале. Возможно, поэтому у проверяющих и проверяемых разные данные о результатах проверки. По результатам проверки нарушений в оплате труда младшему медицинскому персоналу со стороны медицинской организации не выявлено. Санитарчика, ее оклад ниже прожиточного минимума. И мы всем, кто работает на ставку, доводим оклад до 11 200 рублей. При этом ставка в терминологии больницы – это не полная рабочая неделя. Два через два, без ночных дежурств или сутки через трое. У тех, кто берет подработки, стимулирующие выплаты и имеет большой стаж, по словам Ледяева, и зарплата превышает 30 тысяч. И тем не менее, если в коллективном договоре процент обозначен, его и обязаны выплачивать, уверены в медицинской палате. Естественно, при тщательном разборе, вне зависимости от того, что там думает прокуратура, либо какие-то административные органы, мы свое мнение будем иметь, по разбирательствам Сергея Николаевича им дело заниматься будет, и будем уже официально свою точку зрения публиковать, официально доводить до руководства министерства, ну и так далее. В этой спорной ситуации, которая там сложилась, как показывает прокурорская проверка, по крайней мере, те сведения, которые опубликованы на официальных сайтах, все-таки факты нарушений имели место быть. Я хочу отметить, что можно было не доводить до мер прокурорского реагирования. При медицинской палате довольно-таки успешно много лет действует центр медиации. Трудовой спор медпалаты готовы решить, даже если считающие себя пострадавшими сотрудники не являются ее членами, и лучше это делать на ранних стадиях, пока болячка не превратилась в прорвавшийся нарыв. Помочь можно утопающему, а не утонувшему.